160-й дом по улице Ленинская. Еще совсем недавно здание больше напоминало заброшенное, рассказывает Виктор Беллеров. В этом районе он живет уже полвека. Теперь, после того, как привели в порядок фасад дома, говорит самарец, новое красивое лицо приобрела и вся улица. И душа радуется, и глаз радуется, и приятно очень. Новому облику здания особенно рады его обитатели, директор и актеры муниципального театра кукол Лукоморья. До полного преображения осталось совсем чуть-чуть. Ремонт фойе, гримерок почти закончен. Остались последние штрихи в зрительном зале. Дом совершенно преобразился. Он стал иным, он стал вкусным. И, естественно, сюда приятно приходить, проходить мимо, прогуливаться, ну, естественно, работать. Придать зданию былую красоту удалось благодаря участию частной компании, которую городские власти пригласили к сотрудничеству. Компания «Лапгрупп» за собственные средства отремонтировала фасады трех домов Старой Самары и собирается продолжить эту работу. У вас прекрасный город, и вы также должны сохранять и приумножать то наследство для ваших будущих поколений, для ваших детей и внуков. Объекты, которые сохранились с тех времен, являются лучшим связующим звеном между культурами разных веков. Мы можем только приветствовать вот такие начинания уважаемых инвесторов. Надеюсь, что это первый шаг, и за ним последуют другие, более масштабные, более серьезные. Сейчас уже есть предложения отряда компаний, которые готовы поддержать вот эти начинания, основанные в этом году. Сегодня одновременно в четырех точках Самары состоялись торжественные мероприятия в честь завершения ремонта фасадов, проведенных инвесторами. За счет частного бизнеса в Самаре уже отремонтированы шесть объектов культурного наследия. Среди них дом Алексея Егорова на улице Куйбышева, дом купцов Плехановых и усадьба Мещанки Мельниковой, что на улице Степана Разина. Городские власти рассчитывают, что на их призыв откликнутся и новые инвесторы, чтобы присоединиться к той масштабной работе по преображению исторического центра, которую сегодня ведут на городском и областном уровне. До 2018 года в планах почти 300 объектов. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.